Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя Натальи. Снимаются все маски и килограммы. Фантом предстоит перед тобой. Мы приветствуем куратора или учителя Натальи и интересуемся, как нам к ней обращаться. Представьтесь, пожалуйста, вы куратор или учителя? Свет, куратор. Куратор Свет? Свет. Свет. Но это женское имя, да, на моем понимании? Она говорит, чтобы совсем у вас не было ассоциаций со Светом. Я назову себя Свет. Свет. Меня зовут Влад, это Вера. Перед вами Наталья, ваша подопечная. Она говорит, что я приветствую Наталью, благодарю вас. И если Наталье будет легче при связи со мной, она может называть меня Света. Света. Если ей будет привычнее. Благодарю вас. И тогда можно я вас Света буду называть? Или вам Свет легче? Пожалуйста, называйте. Это имя связано с энергией Натальи и с ее местом, откуда она пришла. Белый свет. Это ее оружие защита, как от самой себя, так и от других. Поэтому он такой яркий, как мы ее сейчас наблюдаем. Это ее нормальное состояние, это ее защита. И она осознает, что у нее эта защита есть? Тонкая копия знает об этом. Надеюсь, и физический биоробот об этом узнает. Благодарю вас. Я бы хотела добавить, что у нее есть и другие энергии, но она может подавлять их белым светом, безопасным для нее, сама себя излечать им. Поскольку мы сейчас говорим о энергиях, мы нашли, я хотел спросить вас об одной вещи, мы нашли два красных шара. Красную энергию, одна была от дракона, вторая была ей сгенерирована, сама собой. Я такого еще не видел. Как можно сжигающую энергию в себе производить так, что дракон на эту энергию зашел? Что это? Это сбой какой-то был или как это понять? Скажу по-другому. Она сконцентрировала все энергии в этот пожар, не умея подавлять его, пользоваться белой энергией, которая родная ей. Я просто скажу, что мое имя будет навязчиво для нее. Вспомнив меня, она будет вспоминать, что у нее есть частица света, которая может работать на нее. Замечательно. Как я уже сказала, излечая, защищая и приводяя состояние в баланс. Продолжайте. Благодарю вас. Первый вопрос. Какого уровня и откуда моя душа? Созвездие лебедь. Созвездие лебедь. Какого уровня она, скорее всего, имела уровень высшего я? Двенадцатый. Двенадцатый уровень. Достаточно высокий уровень. Я продолжаю. Второй вопрос. Для меня приход на Землю – это рост души. А какая польза Земле от моего пребывания на ней? Или ее мнение и интересы не учитываются при воплощении? Вопрос о планете Земля. Я объясню до этого момента. У Земли огромные вибрации. Все, кто приходит на Землю, приносит свою частицу и свою энергию, соединяясь с энергией Земли. Также в твоем случае, соединяясь с Землей, в данном случае Меркобой, ты заземляешься и даешь Земле энергии космоса, пропуская через себя земные энергии. Это своего рода баланс Земли в пространстве космоса. Благодарю вас за этот очень обстоятельный ответ. Я продолжаю тогда. Третий вопрос. Сколько по сценарию и сколько мне осталось встретить кармических узлов? Иными словами, сколько у нее было дано ей кармических узлов и сколько она прошла? Шесть дано. Два осталось. Четыре прошла. Благодарю вас, уважаемая Света. Я продолжаю. Четвертый вопрос. Сколько темной энергии мной набрано? Двадцать пять. Двадцать пять процентов. Пятый вопрос. Сценарий, написанный для сегодняшнего воплощения, мной проигрывается или я отклонилась от задач воплощения, если такое вообще возможно? Что ты этим интересуешься, уже возвращается на правильный путь. Это правильно ставить под сомнение по земной путь. Но это не ко мне вопрос, а к своей душе. Душа знает, если она идет по правильному пути. И не сомневается, откидывая остальные возможные пути. Душа знает, что она стоит, выбор сделан, и она стоит на лучшей дороге. Она, в общем, показывает, как идет основная дорога, и от нее ответвление, как дерево. И вот когда уходишь на ответвление и проживаешь жизнь, душа сомневается, и жизнь становится как бесполезная. То есть душа знает, что ушла с дороги. Это она показывает. Когда душа идет по основной дороге, она знает это. Шестой вопрос. Мама рассказывала, когда мне было 2, 3 или 4 года, я очень часто и горько плакала без причины. Посреди спокойной игры что-то вдруг вспоминала, и начинались рыдания. Уговоры и утешение не помогали, пока сама не успокаивалась. Кого или какие события я тогда оплакивала? Само место, где ты играла, неблагополучное. Но это не одна из причин. В самом месте там обитал кто-то, кто влиял. И он возбуждал в тебе, чтобы ты вспоминала события поли смерти с прошлой жизнью. А кто это был, Света? Это демоническая субстанция какая-то, или это была чья-то душа низкая? Космическая. Космическая душа. И как человек в таком возрасте, скажите, Света, может противостоять, если он на тот момент даже не осознал, кто он есть, вот таким сущностям? Как? Только под защитой матери становиться, да? Или как? Быть, вернее. Есть двоякое мнение. Защита матери, она важна. Но есть еще души, которые в этом возрасте помнят, кто они. Им проще защищаться. Хорошо. Они не знают, как выставлять защиту. Даже в этом возрасте? Именно в этом возрасте есть души, которые помнят, забываются все потом. Если родители осознанные вращают внимание на способности ребенка и развивают их, тогда души спокойнее развиваться, расти. Помнить прошлые воплощения. И переселение души. А если нет, то, соответственно, человеку саму этот путь приходится. А если нет, человек забывает. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Продолжаю. Это длинный вопрос. Когда-то мне предложили посмотреть мой рот. Я увидела массу, серую массу людей. В ней выделялась своим ростом и яркими цветами фигура богатыря со щитом, мечом в кольчуге и ерихонке. А завершал это шествие старец или старик в длинной белой рубахе до пола, с белыми волосами и посохом в руке. Первая мысль, меня посетившая, волх, он поднес мне подарок, завернутый в белый холщовый узелок. Это были мои фантазии или элементы правды? Элементы правды. Действительно волх подходил, да? Это были словяне, которые несли слово. Словяне от слова, слово не от слова славили. Язык, которым вы пользуетесь, он имеет огромный смысл. Много букв потеряно. А было больше букв раньше, да? Было больше букв. Каждый звук несет свою энергетику, свою информацию. Это значит, какие-то определенные частоты у нас не присутствуют в нашем языке, верно? Сейчас потеряно. И это было сделано человеком специально, наверняка, да? Не человеком. Потому у вас есть и были сказки, были сказания, которые передавались. Это и есть правдивая история. Благодарю вас, Света. Если вы закончили, я тогда буду продолжать? Должай. Восьмой вопрос. В каких жизнях мы с моим мужем Сергеем уже встречались? Где и когда это было? Я не буду рассказывать про все жизни. Расскажу про последние. 1930 год. Территория Америки. Он был академиком, преподающим в университете. Она была его жена. Гуманитарий. Гуманитарий. Они не проработали свою программу в прошлой жизни. Можно узнать, какой узел они не проработали? Она не проработала? Или он? Они вместе? Сейчас подберу слово. Она не оценила его. Возвысила себя выше. Значит, этот узел ей придется проработать в этой жизни. Она его взяла с собой, как я понял. Не произошло принятие самолюбия. Хорошо. Если вы закончили. Подоложаю. Света, я перехожу к девятому вопросу. В течение нескольких последних лет многократно снится мне один и тот же сон, в котором я готовлюсь к дипломированию, и вдруг вспоминая, что на первом курсе я не сдала какой-то зачет. Вот сейчас это раскроется, мне диплом не дадут, и пять лет моей жизни прошли впустую. От этой мысли мне становится очень дискомфортно и тревожно. С каждым последующим сном день дипломирования приближается, а волнение, тревога и паника возрастали. К сожалению, я не могла понять, о чем мне говорили, к какому событию готовят. Можешь ли ты мне это объяснить? Произошло уже это событие. Как мама, ты не полностью реализовала себя. Какой-то пазл остался пустым. Время. Время потеряно. Я полагаю, это связано как-то с десятым вопросом, который после этого я хотел задать. Если вы позволите, я его прямо сейчас озвучу. Сын с его пьянством. Это наши ошибки в воспитании? Мой урок или его выбор? Благодарю вас. На данном этапе это его выбор. Но в прошлом время пущено. Больше времени нужно было проводить с ребенком. Больше теплых моментов дарить ему. Сейчас все, как я понимаю, только зависит от сына, так как он взрослый человек. Сейчас это его решение. Уважаемая Света, я закончил все вопросы. Если вы хотите сейчас что-то лично передать своей подопечной Наталье, это был бы самый лучший момент. Я хочу сказать, что не надо смотреть в прошлое, винить себя и ковыряться. У тебя впереди есть время, чтобы наверстать и исправить. Не забывай про Свет внутри себя. Ну и про меня, конечно. Я всегда рада. Двенадцатый уровень Света, она может наверняка с вами связаться при желании. Это, в принципе, уже осознанная такая душа. Я не знаю, правда. Я очень надеюсь. У нее есть много информации. Оставь это ей. У нас есть добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, которые сюда приходят, а это уже несколько сотен, были здесь. Мы всем всегда предлагаем получить от нас подарок. Например, самые вкусные ягоды на земле, которые есть экологически чистый продукт. Ягоды – это прекрасно. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка самых чистых и вкусных ягод на земле. Большая корзинка для того, чтобы Света могла поделиться со своими друзьями на добрые воспоминания о нашей встрече. И за ее помощь мы благодарим и посылаем нашу энергию благодарности. Примите, пожалуйста. Я благодарю вас. Благодарим и мы вас от имени Натальи, от нашего собственного имени. И надеюсь на вашу скорую встречу с вашей подопечной. Благодарю. Она ушла. Мне еще показали, что вот эти энергии огненные, которые в ней, она может к землю. Заземлять, отправлять в землю, да? Отправлять, да. Это делается так, подходит, ладошками прикасается к земле, отпускаете мысленно всю эту... Через стопы, может. Или через стопы. Хорошо, Верочка. И заполнять белой, такой как молоко, энергией. Готово. Хорошо. И перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...